Вот Николай пришел здесь у меня, стеколышка выставил, присоединил. Это батюшка сказал. Ничего. Молодец, спаси Христос. Тут тоже ничего не надо делать, это как раз хорошо. Я люблю, когда так вот природа, все настоящее. А когда бритый, папа римский уже не нравится, бритый. А давай посмотрим, надо или не надо здесь. Там на улице надо. Ну, может быть, давай посмотрим. Там все заросло так, что это. Я против этой жужжалки, не знаю как. Вот веревочку обрезал. Это веревочка моя ценная. Да я у меня в машине есть, я привяжу. Ну, давай. Я уж бился всяко тут, и уж бабушка подошла. Я говорю, ну видите, что. Что же это? Так, тут еще не надо. Ну, как не надо? Нормально. Смотри, как она красиво растет. Игнать Тихонович, батюшка, говорит, надо сказать. Нет, батюшка здесь не хозяин. Здесь я хозяин. Ну, надо, не надо, я не знаю. Не надо ничего. Здесь все как есть. Смотри, у всех растет, везде, где не идешь. Ну, это у ленивых может быть? А? У ленивых, наверное? Нет, 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 нет. Это то ли трава растет, которая все, или когда пожухло и лежит тут коричневая. Ну, вот потеряю. Ну, видите, батюшка сказал, мы к козырьку и все. Никогда. Ну, ладно, все, теперь поняли. Все? Ну, нормально, красивые листики какие. Я прихожу и рассматриваю их. Но они афальт ломают, видите? Вот. Ну, а спири, что-то, она еще никуда не денется. Ну, не денется, но хотя бы там какой-то... Заходить тебе не надо, незачем? Нет, все, тогда я сейчас уеду. Да. Тут я вот каждый день поливаю. Не, ну, я понимаю, да, что... Надя Дмуха тут... Ну, это-то какой-то... Вот я не знал, я бы не дал это делать. А что же вы в воскресенье-то не сказали? Откуда же я их не знал, говорит? Ты никогда никто не косил. Каждый год косили. Каждый год, Игнатьев. Не знаю. Когда вас нету, тут идет... Ну, когда нету, может быть, без меня. А что, я не знал. Нет, тут никого не было, ни собаки, никого мы косили. Ну, нормально. Я тут раза три косил, тут, наверное... Я не знал про это, что косите. Вот она растет сейчас, смотри, как красиво. Ну, мы декоративно это не косим. Тут вот это. А вот как-то вот прибрать, видите, хоть в футбол играть. Нынче прошла лавина снега с крыши и порвала провод. Или вот этот вот, вот. Вот он идет. Порвала. А теперь, когда призвали, я говорю, давайте оттуда, теперь тяните прямо сюда. Стучки убрали. Ну, и все. А на днях вот эти бьются, ничего нельзя сделать. Я тогда достал ее на палке гвоздем и привязал к другому. Вот, видишь? А вон как. А она задевала эти, вон. Оттянула ее на два с лишним метра. Ну, ясно, ясно. Ну, видите-ка, хозяин... Я так и говорил, хозяин барин, но батюшка сказал, говорит... Батюшка не мог этого говорить даже, потому что... Ну, как бы в воскресенье сказал. Ну, понятно. Он не прав. Все, мне утром не выписывал. В алтаре он хозяин, больше нигде, больше все. Ну, все, я понял. Теперь я понял. Он, когда дома там вокруг кресель, это так вот все это... Я говорю, зачем он сейчас лежит? Желтая трава, зачем? Я вообще эту премудрость... Вот когда у нас мы платину делали, и на платине наросло. Вот там да, там надо. С платины. Машины-то едут и за высокой травой не видят, что там есть. А это-то зачем она? Ну, растет-то, растет. Ну-ка, скажите, я-то что? Батюшка сказал, я думаю. Ну да, ты-то ни при чем тут. Я батюшке... Мы с Валерой хотели, я Валерой позвонил, говорит, я сегодня не могу, только в субботу. Ну ладно. А ты в Потеряевке был, знал, где Володя живет дом? Батюшка? Да. Ну как? Ну где, рядом, со скворечника напротив. Это там жил моя сестра Евдокия. А-а-а. А Петра Григорьевича знал? Ну? Только что погиб. А-а-а. Батюшка позвонил. Где-то копали колодец. Его завалило, там три часа, что ли, откапывали. О, техника безопасности. О! У него это, в насмешку всегда было. Провода электрические, я говорю, зачем? А пусть корова не ходит. Да корова не знает про провода электричества. Да корове ей 12 вольт, и все, и она вздохла. И главное, колючую проволоку наставят, а корова ее не видит. Нет. А в природе этого нету. Она что, зацепила, вымя оторвала там или еще? Ну не гладкую проволоку вон Австралия натягивает, это да. Во дворе ветер такой, рядом сена, и поставят печка такая, искры летят и варят картошку, а сам ушел куда-то. Я с ним в этом вопросе был непримиримый. Ну понятно, да. Это есть люди как бы беспечные. Так как нельзя. Во, беспечные одно и пренебрежение правилами безопасности, вы сказали. Это же все кровью написано. Да. Коровье, человеческое или любой другой. У нас на седьмом этаже принимать надо было доски, ну поднимает кран там, и доски принимать, и поставили ФЗУшника. А она качнулась и туда, он за ней потянулся и вниз головой на асфальт. И вылетел, да. У него глаза вылетели. Какая-нибудь... Остался живой калека. Ну инженера по технике безопасности еще кто-то там был. Ну конечно, инженер не виноват тут как бы, но... А мы работали рядом, парнишка хороший такой. Как же так допустили. Ну а теперь калека на всю жизнь. Ну что теперь, все. Так вот ему... Бог попустил ему, да. Да. Так это, я благодарен все равно тебе. Я знаешь, что подумал? Вот ты все сделал, там что-то выставил, полез. Ты такой и есть, вот тут мудрый на все такое. Это я бы не догадался. Ты понимаешь, нет? Ты любую технику знаешь, работаешь. И сразу сообразил, как зайти. А я сейчас разговариваю, слушаю, я говорю. Там кто-то ко мне как раз-то стучался. Я сейчас... Я взял наружку-то, включил. Наружно-то вон-то. А оно все сразу показало, машина. Я говорю, там, наверное, приехала ко мне. А вот этот звонок не работает? Работает. А я же не слышал, он в другой комнате. Вам надо лампочку поставить. А, вот, это я бы, да. Это звонка, лампочку. И все. А Андрей глухонемой, то у него так и было, как позвонят. Оно и в храме надо лампочку поставить. Это он дрын-дрын. А кто сделает? Это на Алексея надо напасть. Ну, как-то соберемся, может быть, летом я заскочу. Лампочку-то не проблема. И главное, как ты догадался, стекло выстоять, руку засунуть. А для меня это... Ну, извините. Нет, я бы никогда не додумался. У меня совершенно нет толку. 40 лет пещи делал, но нигде ничего не изобрел. Только старые, как делают. А нас приучили на роторе. Ты говоришь, сначала устрани аварию, а потом уже будем судить победителей. Все. Когда я работал. Спаси Христос, Николай. Вот так. Сейчас я веревочку. И машина твоя похожа на эту Елену. У нее такая же. А в том году, по-моему, вот это вот стригли все. Тут все было ужасно. Это нормально. Тут люди ко мне приходят. Я понимаю. Шиповник. Ага. Это шиповник. Ну, видите, тут не заехать. Ко мне отсюда приходят люди и спрашивают разрешения. Я говорю, берите. Ага. Ну, люди, что люди. Люди не понимают, что это отрасль. Как же ты в воскресенье-то мне ничего не сказал. Я тебя подвел, выходит. Ты приехал зря. Да почему вы подвели? Тут просто, как сказать, я сразу же говорил тогда, что-то с братьями тоже. Есть хозяин. Ну, этому делу. Да, конечно. Потому что хозяин-то важнее. Ну, вот так вот. Ну, я просто не люблю, чтобы лежала сухая трава, чем вот так вот она. Смотри, на той стороне растет. Ну, я понимаю. И вокруг, куда ни глянь, у нас везде растет все. Я выхожу, собака зайдет, оправится, и не видно там. Ага. Ну, да, как бы. Ну, бывает, что теперь. И вот она растет. Смотри, у столба можно резать. А зачем? Тратите прибор, время и деньги. Горючее. Ну, как бы. Как бы мы же моемся. Гигиена. Я не знаю. Я считаю, наоборот, от нее всякие феноциды идут. Ну, нет. Она, конечно, она хорошо, эта трава, когда она. Ну, культурно как-то, что ли, или как-то. Ну, как-то так, короче. В общем, я не люблю, когда вот эта жужжалка работает. Один раз я смотрю, какая-то армия. Мужиков 15 все с жужжалками. Их куда-то распространяются. Где-то они на каком месте, как должны работать. И вот она, вот приедет Алексей Загуляев у тещи. Там вот такая растет травка, красиво, там одуванчики. Уедет, все желтое, ну, у нас же ее с солнцем-то. Надо собирать эту старую. Никто не собирает. А, и другого разговора. А там ничего нет, просто желтизна вот такая лежит. Или что, лучше, что ли? Ее надо собирать, а потом поливать. И тогда газон будет как футбол. Никто этого не будет делать. А, ну, другого разговора. Я вот дома поливаю, а как? Ну, ничего, чтобы вечером не идти в храм. Он лучше будет жужжать стоять. Не давайте повода, ищущему повода. Вот и все. Это теща. Я на нее носил тоже. Зачем вы это делаете? Такая красота была. А там разные-разные цветы. Ага. Ну да. Ну, так-то так, да, Игнат Тихонович. Я ничего не говорю. Ой-ой-ой. А я ее кое-как перерезал ножом. Так длиннее надо сделать, чтобы она... Почему? А палка? Ну, ладно, ладно. Не так. Палка, когда будет, тогда завяжу. Ну, хорошо. А я, наверное, передвигаюсь. Второй узел завяжу здесь. Ну. А теперь, когда буду завязать, я вот туда-отсюда и отсюда-то притягиваю, чтобы завязки были внизу, чтобы отсюда не развязали. Шестым срезали, шестым разрядом все равно развяжут. Я вот развязал же. Ну, ты не развязал, ты разрезал. Ты какая-то... Александр Македонский. Ногтем, ногтем. Разведать, говорит, узел там надо было. А, Гордиев узел. Знаешь, как он взял меч, разрубил, и у Гордиев узел. У Гордиев узел, да-да-да-да-да. Так, все я забрал. Ну, все. Все, с Богом. Ладно, оставайтесь. Так, домашний поклон. Спасибо, Листот, ладно. Все, поехал, извиняйте за беспокойство. Как хоть я вышел. Тут бы все у меня сейчас было... Ой-ой-ой, сколько бы ты дел натворил. Ровно было бы все. Изюмительно. Мне бы... Это мне никак не подходит. Не люблю я это. Ну, как? Нет, тут что-то ничего не видать. У человеки все должно быть прекрасно. Ну, да. Вот так. Не порчено. Не порчено. Вот. Природа тоже, ее брить не надо. Ну, это так. Да. Это уж... Я так соседу сказал, он говорит, то ли мне тоже бороду отрастить. Я говорю, давай, хоть на мужика похожи будешь. Только ее отрастить не надо, она сама растет, скажи. Я ему говорю, что хоть на мужика похожи будешь. Так, а я что, не мужик, что ли, я говорю? Две мамы в одном доме, скажи. Под каблучники они все, скажи, такие. А борода это моя власть над женщиной. Что ты не понимаешь это? Она как за скалой за мной. Знаешь, я ее не брошу. Да. Ну, все. С Богом. Извиняйте. Ничего, с Богом. Спаси Христос. Все, давай. Такое, брат, дело-то. О-о-о-о.